Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области в пятницу 13 сентября. Торжественная церемония состоится в здании регионального правительства. В ней примет участие полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Глава региона Вячеслав Федорищев вошел в состав Комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Состав Комиссии утвердил президент России Владимир Путин. Самарцев приглашают пройти онлайн-опрос о разработке проекта «Стратегии социально-экономического развития города» до 2036 года. Ответы конфиденциальны и будут анализироваться в обобщенном виде. Пройти опрос можно до 31 октября. На грузовой переправе по маршруту «Самара-Рождественно» назначили дополнительный рейс. Он отправится из села в город в 19.00. С 16 сентября изменится расписание электричек между Самарой и Курумычем. Поезд номер 6322-6321 будет ходить только по будням, а поезд номер 6310-6309 только по выходным. Электричку номер 6336-6335 отменили. Самарские таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан кошачьего лемура. У хозяина отсутствовали документы на животное. Против перевозчика возбудили дело об административном правонарушении. С 10 сентября начались совместные учения Вооруженных сил России и Китая. Учения проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. В учениях принимают участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок, судов вспомогательного флота, около 120 единиц авиатехники и свыше 90 тысяч военнослужащих. Минздрав России рассказал о новой схеме мошенничества. Для получения кэшбэка после оплаты медицинских услуг преступники предлагают жертве установить фейковое приложение Минздрава России. После ввода в ресурс данных жертвы аферисты получают доступ к банковским счетам. Эндокринолог рассказал, какие продукты не стоит исключать из рациона пожилых людей. Это белок, который нужен для поддержания мышечной массы и молоком. Также важно есть больше клетчатки и пить много воды. Продолжение следует...